Ну вот смотрите, кто давненько следит за моим каналом, знает, что моя радость при покупке новой Нивы была ущемлена. Моя радость, потому что вот из-под этого уплотнителя, лобового стекла, при сильном дожде или на мойке вода попадает в салон. Вот посуда здесь, она вот так вот проходит и сюда под коврик. Значит, по гарантии я ругался с автовазом, да ругался, ну вроде бы они сделали. Загнали сюда силиконовый герметик, вот здесь вот сбоку немного, и с той стороны тоже. Что-то тут пошевелили, тут поделали. Я, честно, вот не знаю, не попадал еще под хороший дождь, ну, был дождичек такой, и на мойку загонял. Вроде проблема как бы ушла, но это не точно, это не точно. Я не могу точно сказать. Но появилась другая проблема, вот это уже точно. Был хороший дождичек, не в плане того, что слишком много воды Господь нам посылал, а в плане того, что он был косой. То есть вот так вот машина была закрыта, и дождь попадал, ну вот сюда вот в этот стык. Хорошо так вот сбоку, справа был хороший ветер. Открываю дверь, а у меня вот здесь вот вода, вот здесь вот желобок, вот смотрите, вот по этой резинке, вот так вот полностью стоит вода. Вот примерно вот до суда она была. И машина-то под уклоном стояла немного вперед, уклон был. То есть жопа была выше. И вот посюда, посюда, посюда вода. И вот здесь вот целая лужа у меня стояла вот здесь вот. Ой, блин, я тогда расстроился, конечно. Думаю, из-под лобового вроде бы устранили. Опять сейчас новая напасть. Сделал видео небольшое, минутное. И кто-то из вас пишет, что вода попадает вот из-под динамиков. Давайте посмотрим, если там какие-то подтеки. Ну вот смотрите, тут все чистенько. Если бы вода попадала из-под динамиков, то здесь были бы вот такие, ну небольшие... Ну видно, что вода, то есть какая-то грязь бы тут была, да, немножечко. Но здесь вот все чисто. Пойдемте на ту сторону посмотрим. Потому что с той стороны то же самое. У кого-то, у кого-то, видимо, это есть проблема. Потому что люди же не с потолка все-таки пишут. Здесь, здесь видите, тоже все. Кто-то пишет из-за того, что вода попадает через зеркало. То есть смотрите, я вот болты выкрутил. Здесь и вот здесь. Ну как бы да, согласен. Вот смотрите, болт. Кстати, снять их проблема вообще. Вообще проблема. Вот эти вот заглушки, которые вот сюда вот так вот устанавливаются. Вот какой пидор их вообще, блин, придумал. Очень-очень плотно чем-то подлезть, не повредив заглушку. Ну то есть не сцарапав ее, ну практически невозможно. Вот здесь вот, вот так вот заходит болт. Он заходит без всякой шайбы. И получается, что никакого резинового уплотнителя нет. То есть он вот сюда вот сейчас я твердкой. Получается, что вот эта вот только область, если туго затягивается, она сдерживает воду, да? Ну, мне кажется, надо резинку все равно сюда было бы добавить. Потому что вот здесь вот, видите, широко, а вот здесь вот узко. Возможно, вода попадает. Но даже если она и попадает, она все равно должна выходить вот через эти вот... Вот через эти вот отверстия, да, дренажные. Вода должна выходить. Это как бы понятно. Понятно, что вода еще попадает вот через эту резинку. Тоже в дверь. Ну, как бы стекло расположено на середине, получается, и резинка, да? То есть вода тоже уходит. Ну не суть, не суть, вот не суть. Ну попала вода, понятно. Russian Автопром резинка. Кстати, многие рекомендуют ее просиликонить очень хорошо. Кто-то дал вообще вот хороший дельный совет. Просто по логике мужик, видимо, грамотный или может такая проблема. Он говорит, если стоит вода, значит должно быть дренажное отверстие. Вот если мне память не изменяет, на старой Неве резинка была вот такого плана. Вот с такими вот... Ну, понятно, что вот это не дренажное отверстие. Это как бы при закрытии, чтобы резинку не порвало, чтобы воздуху куда было выходить. Хотя вот посмотрите, да, снизу тут ничего нет. И вот он рекомендует сделать вот в этой резинке дренажное отверстие. Можно сделать их, конечно, двумя способами. Можно просто разрезать их, да? Как вот на заводе. Вот здесь, если бы вода стояла до суда, то есть машина, если бы у меня была в тот момент повыше, вода уходила бы вот через этот разрез. Можно, конечно, полностью резинку вот так снять и вот этот разрез перенести вот сюда. Но я вам сразу же говорю, если вы будете это делать, вы зае просто резинку натягивать, чтобы четко у вас стык подошел. Это я как бы у меня 13-я была, там другие машины, это очень тяжело. Вот ее как с завода сделали, лучше ее не трогать. Да, можно небольшой участок там ее снять, она у вас четко вставит. Но если вы полностью все снимете, вы потом запаритесь, стык искать. То есть где-то тут будет у вас плохо натянуто, там, сям, криво, косо. В общем, проблема. В общем, я сначала подумал, думаю, может просто здесь вот сделать разрез. И чтобы вода уходила через него, да? Ну, в принципе, да, отдельное решение. Можно, я думаю, отвертку еще накалить. У меня есть отвертка круглая, старенькая. И просто вот здесь вот прожечь дренаж насквозь резинку, так сделать. Правда, часть какой-то воды будет попадать в саму резинку. Но если будет широкий дренаж, она будет все-таки вытекать. Машина же не постоянно на одном месте находится. Ну, вот хочу так. Вот сейчас вот сниму вот эту вот декоративную вот эту накладку. Сниму вот эту вот резинку. И вот посмотрим, подумаем вместе, что делать. Кстати, вот эта вот накладка, да, пластиковая. Она вот так вот, более-менее такая, вот у меня Нива 22-го года, с новой панелью, она нормально откручивается. А вот на самых, на самых последних Нивах 23-го года вот эту вот накладку пластиковую, ее заменили. И вот этот вот саморез, который я только что выкинул, он заходит вот здесь вот, вот здесь вот. То есть он смотрит на сиденье, он вот так вот заходит. Ну, вы поняли, да? Чувак пошел вот туда накладку снимать. И не может открутить, понимаете, и не подлезть. То есть даже если сиденье туда-сюда двигать, все равно не попадешь. Чтобы снять вот эту пластиковую накладку, на Ниве 23-го года нужно снять сиденье. И кто после этого скажет, что на АвтоВАЗе работают адекватные люди, а? Но это все равно, что на КАМАЗе. Чтобы снять генератор, ой, не генератор, а стартер, на КАМАЗе, чтобы снять, там тоже на трех болтах, там люди ничего только не делают, как только не извращаются. О, блин. Ну, Рашид Автопром, что вы хотите? Ладно, сейчас резинку поднимем. Ага, смотрите. Адренаж, что тут имеется, вот он. Но он уже-то не для того, чтобы вода с него уходила, а для того, чтобы воздух уходил при закрытии двери, чтобы не порвало резинку. Ну, вообще, смотрите, у меня идея такая. Короче, заморачиваться сильно не буду. Сейчас вот здесь вот, вот здесь вот, коли вот здесь вот вода идет, уходит, да? Когда есть, попадает. Вот прямо вот здесь, на пару дыр. Сейчас проколю отвертку и прожгу. И снизу еще тут парочку дренажей сделаю. Может быть, проблема уйдет. Ну, вот это вот, конечно, это что-то новое в автомобилестроении. Ой, автоваз, как вы меня веселите в последнее время. Ну, все, сделали. Вот такая вот у меня отвертка. Вот такая гнутая, сломанная. Я ее накаливал и прожигал. Вот, смотрите, две вот здесь вот и одну вот здесь вот поодаль. Еще вот так вот. Значит, сама резинка хорошо прожигается. Вот это вот, вот это вот. А вот это, ну, как бы просто рвется, поэтому ножницами пришлось подрезать. И вот получилось вот так вот. Вот видите? Вот так вот. Ну, в любом случае, это, ну, отверстие, ну, более-менее нормальное. Конечно, они могут засориться со временем, но я думаю, это будет работать. Все-таки спасибо тому подписчику, что он мне посоветовал. Смотрите, вот он же ведь правильно мне посоветовал. Вот эта вот резинка, получается, она вот надевается вот на этот желоб и обжимает его, да? А вот эта резинка, она служит для уплотнения просто двери, чтобы тепло не выходило. И получается, я ее-то вот вообще не повредил. Я только вот этот стык сделал дренажное отверстие на стыке. По идее, надо бы и вот здесь сделать. Потому что машина, допустим, может стоять под уклоны назад, да? Но, опять же, если попадает именно вот с этой стороны, как говорится, из-под зеркала... Блин, я не знаю. Ну, в общем, сейчас вот так вот сделаем. Поездим, посмотрим. Сейчас на той двери сделаем аналогично. Ну, вот такой мой совет и по логике вещей. Если голову включить, это должно сработать. Лить я воду из бутылки не буду, потому что могу сюда нечаянно пролить. А вот это все дело просушивать достаточно проблематично. Вот не хочу. Так, где-то и так по логике, понятно. Ну, ладно. Всем удачи, всем пока. И всего хорошего вам в личной жизни. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok